Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, последний рывок на этой неделе, серьезный фундаментальный фон. Данные Non-Farm Perils, которые мы точно не сможем переоценить, потому что это невозможно. Тем более в свете реакции рынка на последний отчет по ADP мы понимаем, что сегодня на площадках реально будет жарко. Но в то же время впереди выходные, друзья, это не может не радовать. Я традиционно очень прошу вас провести их как можно лучше, потому что в понедельник всех вас снова жду на финансовых рынках. Мы продолжим отслеживать свой новостной фон и заниматься фундаментальным трейдингом. Ну что ж, давайте подведем итоги вчерашнего дня. Вы знаете, по горячим следам у меня возникло ощущение дежавю. То есть ровно то же самое было примерно месяц назад, когда был опубликован отчет по данным по инфляции в США. То есть каждый более-менее значимый релиз по американской экономике сейчас трейдеры, занимающиеся спекуляциями американским долларом, пытаются протащить через идею того, как эта статистика, этот отчет повлияет на будущее решение американского регулятора. Месяц назад, когда вышел обновленный релиз по инфляции, мы убедились в том, что инфляция растет. И тогда американская валюта стала активно укрепляться, потому что все решили, что рост инфляционного давления вынудит американский регулятор отказаться от экономических стимулов. Но в итоге, что мы получили по факту? После того, как вышли данные по инфляции, все из голосующих членов ФРС довольно четко донесли до нас позицию того, что политика американского регулятора меняться не будет, потому что еще не созданы достаточные условия для того, чтобы можно было бы отказаться от этих стимулов и пустить, опять же, все на самотек. Для того, чтобы политика ФРС изменилась, то есть чтобы мы стали говорить о более высоких процентных ставках, нужен более серьезный прогресс, в том числе и на американском рынке труда. Но после вчерашнего отчета по EDP, и даже если каким-то чудом мы увидим сегодня хорошую статистику, друзья, это все равно будет еще эффекты низкой базы. Мы не сможем говорить о каком-то серьезном прорыве в этом секторе, в секторе американской экономики, потому что нам нужна тенденция, нам нужна траектория вот эта восстановительная, чтобы мы точно сказали, что рынок восстанавливается. Но этой тенденции сейчас нет. Просто сравните релизы прошлого месяца, Non-Farm Parals, и потенциально просто прикиньте, какие отчеты, какие данные мы можем увидеть сегодня. Дежавю заключается в том, что доллар, который после выхода данных по инфляции стал укрепляться, в конце концов снова развернулся и ушел на многомесячные минимумы. Вчерашняя реакция на данные предварительные, данные EDP, это частная оценка, это неофициальные данные сегодня, друзья, мы можем увидеть абсолютно другие цифры. Они могут быть абсолютно противоположными. То есть, несколько сотен тысяч новых рабочих мест. Либо, в принципе, можем увидеть и хорошие цифры. Да, и EDP, и Non-Farm Parals, как таковые, между собой коррелируют. Но если мы попробуем сравнить эти отчеты на дистанции, например, в тот же самый год, вы увидите, что зачастую они очень сильно расходятся. Сегодняшние данные по Non-Farm Parals, по американскому рынку труда, будут иметь очень большое значение. Но я все-таки склонен полагать то, что мы не увидим таких цифр от официального источника, как мы видели от EDP. Поэтому, как и в случае с первичной реакцией рынка на рост инфляции месяц назад, я допускаю, что сценарий будет развиваться точно так же, как и раньше, сейчас. То есть, первичный откуп американского доллара в расчете на то, что рынок труда прогрессирует, и все, завтра ФРС выступит с заявлением о том, что он отказывается от мягкой экономической политики. Но этого, друзья, не будет. И вчера, после того, как вышел отчет по EDP, и даже после того, как опубликовали данные по активности в сфере услуха, АСМ США, тоже хороший отчет, Два голосующих члена американского регулятора, Каплан и Вильямс, которые, на мой взгляд, являются одним из лидеров мнения и сидят в круге первым с Джеромом Паулом, донесли позицию, что даже с учетом такого отчета, если он будет повторен, а я сомневаюсь в этом, в официальных источниках, этого не будет достаточно, чтобы ФРС отказался от своей мягкой экономической политики. Сейчас оценка рыночных настроений позволяет мне сказать, что между трейдерами возник баланс, то есть между трейдерами, которые ставят на снижение курса доллара и, соответственно, на его восстановление. Вам, друзья, нужно точно определяться, к какому лагерю трейдеров вы относитесь. Если вас устраивают мои доводы, мои аргументы, тогда welcome. Опять же, к тому сообществу трейдеров, которые ставят на ослабление долгосрочные американские валюты. И сегодня я допускаю, что пиковые значения, ну, возможно, на волатинности перед выходом non-farm payrolls мы увидим индекс доллара еще повыше, но в конце концов бакс развернется. И вслед за снижением американского доллара вниз пойдет доходность американских трежерис, и после такой тенденции, после такой динамики я снова буду искать точки входа по золоту. Я рад, друзья, то, что ранее вышел из этого инструмента, из золота, потому что говорил вам, что расстановка силы изменилась, и на рынке стали преобладать покупатели. Сейчас 70% трейдеров, если оценивать так крупными мазками, ставят на то, что золото будет расти. Я, как правило, принимаю решение о трейдинге только тогда, когда мощный фундамент и расстановка 50 на 50, либо фокус смещен уже в сторону, опять же, того трейда, который я хочу провести. Но в данном случае, до тех пор, пока рынок по позиционированию не развернется, когда большая часть трейдеров снова не начнет ставить на снижение, я не смогу купить золото, и вам, друзья, не рекомендую. По остальным инструментам, нефть 71,21, многолетние максимумы. Причин для того, чтобы нефть продолжила его восстановительную динамику, достаточно. Это признаки повышенного спроса. Ранее я комментировал, что сейчас из-за активного автомобильного сезона в США действительно спрос уже достиг значения 2019 года. Мы с вами долгое время обсуждали сделку США и Ирана, и оптимисты, которые хотели распродать нефть после прорыва в этих переговорах, в ожидании, что на рынок вернется от 1 до 1,5 миллионов баррелей иранской нефти, полагали, что эта сделка будет заключена до 18 июня. То есть до выборов в Иране. Я думаю, что мы можем оперировать комментариями от властей Ирана, вчерашними, что, скорее всего, если прогресс по этой сделке будет, то уже после выборов и ближе к августу и сентябрю. То есть фактически с рынка сейчас можно убрать. И он самопроизвольно убрался. Фактор негатива. Остается только позитив. Вишенка на торсе, вчерашний релиз по запасам, который показал, что они довольно сильно снизились на 5 миллионов баррелей. В этой связи, если мы закрываем неделю на положительной территории, в понедельник, друзья, я даю вам новую сделку. Откуда и с какими целями нефть нужно покупать. И по остальным активам мы из-за всплеска интереса к доллару откатились по рисковым инструментам. И фактически все, что набирали мало-помалу последние две недели, пришлось сдать почти по фигуре. Евро, доллар 1.2114. Несмотря на то, что активность в сфере услуг остается лучше некуда. Друзья, посмотрите в экономическом календаре, там у нас показатель сейчас выше 50, то есть в зоне восстановления. Я думаю, что хорошая статистика в конце концов принесет свои плоды, но только после того, как мы определимся, как действовать с долларом. А точнее, после того, как рынок определится, что доллар нужно продавать. По фунту 1.4092, вчерашний отчет по активности в сфере услуг, а это 80% экономического роста, максимальное значение за последнюю четверть века, с 1997 года. Впереди 21 июня, снятие карантинных ограничений. И поэтому, друзья, не нужно убирать какой-то совсем далекий ящик, длинную позицию по фунту. Она принесет еще свои плоды. Доллар Канаде, цель 1.20 также без изменения. Американский фондовый рынок 4190 пунктов. Здесь хорошая новость. Байден начинает подумывать, чтобы отказаться от людей повышения корпоративного налога до 28%. Если, в конце концов, мы увидим новость, что это действительно так, подтвержденную, то американский фондовый рынок уйдет на новые максимумы. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, хороших выходных и до встречи в понедельник. Всем пока.